Проснулись, умыли лицо снегом, кусок хлеба за пазуху и вперёд, на окопы. Такой распорядок дня был у Марии Семёновой во время строительства в Мариинско-Пасадском районе Казанского оборонительного рубежа. Мария Ильинична Семёнова родилась в крестьянской семье старшей среди шестерых детей. К сожалению, её отец рано ушёл из жизни. В 13 лет Маше пришлось составить учёбу и помогать матери. Когда Марии исполнилось 17, началась война, и пять храбрых девушек из её деревни, взяв руки лопаты, отправились на окопы. Для обеда возьмём кусок хлеба и идём на работу. Вечером тоже 5 километров надо идти, бегом-бегом, а то темнеет в другой раз, бегом домой. Вот домой придёшь, покушаешь, успеешь покушать, спать охота, устали, озябли. В тёплом доме хочется спать, быстро принесём солому, на пол постелим, вместо подушки тоже солому. Зима в 1941 году выдалась лютой. Морозы доходили до 42 градусов. Ноги обмораживались, и квартирная хозяйка, у которой жили девушки, научила. У нас хозяйка говорит, для того, чтобы не заморозить лицо, умойтесь утром снегом, натирайте снегом. Тогда, говорит, замораживаться не будете. Вот мы слушались, конечно, не замораживались. После завершения стройки Мария Ильинична вернулась в родную деревню. Работала в колхозе, ездила на строительство железной дороги в Свияжск и деревню Якимкино. Выполняла земляные работы. Сегодня, несмотря на солидный возраст, сама поддерживает порядок в доме, читает газеты, любит прогуливаться по городу. Последние годы приохотила в скандинавской ходьбе. И всем советует этот доступный и полезный вид спорта. Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика.